Седьмого февраля начался общий штурм додинок. Широко распахнутся золотые ворота. Вечный символ стойкости и мужества великого русского народа. Парни, я внутри золотых ворот. Оборонительное сооружение великое, видимо, тоже 12-й, может, 10-й век. Может, еще раньше. Пошли посмотрим. Офига себе. Вот так вот, ребята. Ребята, начало 12-го века построено оборонительное сооружение. Минино-пожарский скульптор Мей Кешин. Бердыш и боевые гирьки. Ничего себе. Так вот. Треуголка офицерская, 18-й век. Так, 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 так. Вот она диорама. Нет, дорогой пока нет. Смотрите, монголы-татарские полчища, да? Атакуют Владимир, видимо. Владимирский вал. Я так понял. Я так понял. Багратион, герой Отечественной войны 12-го года, раненый в Бородинском сражении, влечился и умер в селе Сима Юрьевского уезда Владимирской губернии. Так вот. Оружие периода отечественной войны 12-го года. Все. Все, пошел дальше. Подходите в диорену, мы вам сейчас включим. Послушайте. Послушайте. И снимать тоже нужно. Черным годом вошел в русскую историю год 1237-го. Волчища монголы-татарского хана Батыя подошли к границам Руси. Красивая, богатая, но раздробленная страна реваку перед ним. Даже грозная опасность нашествия не могла заставить русских князей объединиться. Каждое князьство встретилось с завоевателями один на один. Геройческий богинь Ангелизан. Сеча великая была подхолонной от старца до младенца погибли жители Москвы. Третьего февраля 1238-го года орды Батыя подошли и окружили столицей северо-восточной Руси, город Владимир. Виднательные машины-мороки обрушили на стены и башни многоподобные камни и гребна. От этих ударов гибли люди разрушают стены, летели в город, вошли с горючими веществами, вызывая многочисленные пожары. Героическое сопротивление врагу оказали в младенец. Непреступные крепости встали на пути врага золотые народы. Из боевых площадок ворот, осажденные и поражали воинам воды, остреванные и копьеви. Помимо них тягающие условия пытались поджечь завалы, которыми запомнили народы крепосты и рвы. Но слишком неравными были силы. Седьмого февраля начался общий хтурм Владимир. В логинстве имени Статары городским спинам оскорбенела болезни кровавой. Религиозный бой провокался на улице в Горбе. Горели хранские короны и дома низинных людей, горела слава Владимира в белокатанный успенский собор, и гибли, укрытшиеся в нем, в надежде найти защиту у Бога, чудом уцелевшие в неравной битве. Под гибли ноги сдались на милость победителей. Бог превратился в сплотное покажение. Это была тяжкая расклада за разобщенность русской земели, за княжевские усовицы. Субтитры создавал DimaTorzok Пройдут воли, возродився и спел во сладоглавый Владимир, Соберутся новые богатырские рати, И перед одолевшими татар победителями Мамаева побоища Широко распахнутся золотые ворота. Вечный символ стойкости и мужества великого русского народа. Спасибо, спасибо, шикарно просто. Вот этот стенд во Владимирском музее привлек особое мое внимание, друзья. Это как раз посвящено летчику-космонавту Кубасову. Это как раз миссия Союз Аполлон, ребята, 1975 год. Но такой редкий, я не видел такого. Вот именно из этой миссии скафандра советского космонавта Кубасова. Часы Омега, изготовленные по заказу НАСА для участников первых полетов человека на Луну. Подарок Кубасову от американских астронавтов. Экипажи космических кораблей Союз-19 и Аполлон во Владимире. То есть ребята приезжали эти во Владимир. Вот так вот, ребята, Союз-Аполлон. Интересно, интересно. Дед ВДВ из Владимира, ребята. Вообще классно. Это и сам старинный город. Ребята, все. Побывал в музее. Укрепленный золотых ворот. Ой. Очень гостеприимные женщины. Все мне рассказали, показали. Весь музей. Съемка разрешена. Все классно, пацаны. Ну, как всегда, ветеран был в действии. Билет безденежный. Вход свободный. Все, ребята, классно. Ну, знаете, вот я счастлив, потому что читать про эти золотые ворота с пяти лет и вдруг побывать в них, вот в этот камень древний наш. Ну, что, вот монголы-татары напали, вырезали Рязань, Москву, как утверждает вот диорама. И практически вырезали всю вот эту. Владимир. Представляете, что делают? Подлецы какие. Просто вырезали от мала до велика все русские города, ребят. Поэтому надо, блин. Надо жить очень. Держаться друг за другом, иначе все хана. Вот такие золотые ворота наши. Да, парни. Все, настоящий древний камень. Классно. Пошли дальше еще посмотрим. Просто хотел посмотреть, что вот это за старинное здание. и потом буду двигаться уже, ребят, в сторону вокзала железнодорожного. Интересно. Интересно, интересно. Интересно. Тут нельзя переходить, ребят. Друзья, это Владимир. Знаменитые золотые ворота нашего древнего города. Ну, который мог стать практически столицей. Столицей России. Ну, смотрите, друзья, он расположен в глубине России, да, и Здравствуйте. Фашисты и немцы туда не дошли. По идее, расположен Владимир очень удобно. То есть, дальше от границы он вполне мог бы стать, конечно, столицей. Но вот сегодня я во Владимире. Классно. Литературовед, академик, участник гравитационного движения, Лебедев-Полянский. А что же это за здание такое? Давайте узнаем. И пойдем сейчас после этого в сторону вокзала по старинному Владимиру. Да. Ну, конечно, ребят, пахнет Москвой. Здания такие же практически. Очень много старинных зданий. Основано в 1907 году. А что же основано-то? Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича Николая Григорьевича Столетовых. Ничего себе, учебный корпус. Вот этот старинный такой университет. Классный. Вот бы я поучился здесь. Да, ребят, очень красиво. Ребят, ребят, одно слово. Я из Дмитрова. Ну, классно у вас университет, да? Да, вот я. Супер, да, нравится? Вообще красиво у вас тут. Ну, ладно, спасибо. Ребят, спасибо, удачи. Вот студенты такие позитивные. Классно. Университет, ребят. Ну, все, что угодно, я мог подумать, да, но отлично. открыт университет в 1908 году. 1 сентября. Ничего себе. Вот так вот. И основатель университета. Столетов, братья Столетовы. Ничего себе. В этом здании учился русский писатель Ерофеев. 1938-1990 годы жизни. Ну, что, пошли. Город Владимир, это насквозь старинный город, изобилующий такими шкатулками. Обязательно надо приезжать туда летом. И, конечно, гулять, кайфовать, изучать Россию. Спасибо. Да. Вообще, хорошо, что сюда не дошел немец. Город такой очень спокойный. Но, безусловно, до Дмитрова немцы дошли и там определенный драйв еще есть у города. А здесь город просто такой древний, спокойный русский город. Тоже хорошо. Ресторан. Древние палацы тут такие. люди очень доброжелательные, спокойные. Все относятся очень так классно. Троллейбус, а, это автобус экологии, экономии, муж электро. с другой стороны, так скромненько все. Давайте посмотрим немножко на Владимирский пряник. Давайте посмотрим немножко на людей. магазин багет какой-то так. Ребят, пару слов мне, деду ВДВ из Дмитрова, как Владимир живет? Нормально первый раз во Владимире. Нравится вам или немножко заскучали, парни? Заскучали, хочется большой город переездить. Вы скучали, да, чуть-чуть? Надоело. Да. Так в целом неплохо. У вас как первое впечатление. У нас очень тихий город, да, много, конечно, пахнет Москвой, но какой-то элемент, немножко скуки есть. Ну, хотя у вас театры, все. Ну, путешествуйте, приезжайте к нам в Дмитров на север Подмосковья. У нас вообще вечером очень грустно, пацаны, честно. Ну, да, да, Россия, путешествуйте. Вам из Москвы, из Подмосковья, от Деда ВДВ. И удачи вам в учебе. Пока, парни. Спасибо. Ну, что сказать еще про Владимир, ребят? Да, немножко скучновато здесь, в этом городе и большая тюрьма, и вот пресловутый вот этот Централ, воинские части есть. Да, 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 ну, вот, ну, вот, как бы, молодежи не хватает праздника, а, я вот, даже, тоже теряюсь в сомнениях, а праздник, он в чем должен быть, ну, ну, видите, у нас климат такой, сегодня все пасмурно, хмуро, галок я так и не увидел, пока во Владимире. Это тоже очень старинная улица, очень. Вывод какой можно сделать, то, что, конечно, надо путешествовать в одном городе всю жизнь сидеть, любой город начинает немножко на тебя давить, это нормальное состояние. Ну, смотрите, витрины, да, большие стекла, витрины магазинов очень позитивные, Шерлок, Шерлок, понятно. То есть, витрины, вот, мне нравятся, хорошие витрины, древние застройки. Кстати, да, дома древние, наводилов нет. Вот в Дмитрове в центре там уже улица вся из наводилов состоит, вот здесь все палаты древние. И снова церковь, храм. князь. Князь. Девушка, а это какой князь? Кто вот стоит здесь? Как вам во Владимире живется? Нормально. Я не дал в Владимире. Нормально во Владимире, да? Ну, ладно. Но сказала нормально, но немножко грустно улыбнулась. Торговые ряды. Торговый дом Владимир. Смотрите, да, ребят, шоссе подо мной. Какой-то древний мост. Вообще весь город такой на холмах стоит. Напоминает, конечно, Москву. 850 лет Владимиру. 1958. А, этот мост сооружен. Так, а тут что у нас? 1108 год, видимо, образование города. Красиво. Ребят, как Москва, в принципе, то же самое. Запах воздуха тот же самый. Конечно, нет каких-то бешеных денег. А какой я могу сделать вывод? Вот здесь какое-то древнее здание тоже стоит. Вот есть такая поговорка, море. Это праздник, который всегда с тобой. Вообще, в городах банд с Орлом имперским. Вообще, в городах, в городах, в которых нет моря, определенный, определенный, значит, фактор, фактор присутствует грусти. Ну, от этого никуда не деться. Вот Ленин стоит в мохнатом таком. Рабочие, крестьяне Владимирского уезда поставили Ленина. Ну да, вождю. Ага, крестьяне поставили. Конечно, конечно, нет. Поэтому, вот, видимо, главная елка города. Поэтому, конечно, скучно. На то, на зима. А люди одеты в основном в черные одежды. Да. Есть такое дело. Вот, интересно, это уже памятная стелла. В феврале 42-го года из Владимира выступил на фронт 222-й стрелковый краснознаменный полк ополченцы Владимирсины. Сталинградская битва и дошел до Берлина. В 50-м году установили доску. Поэтому, ребят, кому грустно и скучно, конечно, нужно жить а в городе, где есть выход к морю. Там все время драйв, солнышко, витамины. Ну, а здесь у нас Россия, она, в общем-то, всегда такая была. Немножко грустная, немножко непонятная сама себе. а вот там ярмарка написана, видите, место для ярмарки выделено отдельно, на полянке она такой красивой, очень все позитивно. не, нормально, нормально, город работает, убирают снег, мужики, не, четко все, в этом плане все нормально, да, все хорошо. Красный свет, пойдемте дальше. А, ну да, Владимирская область, Владимир, на красно-оранжевом флаге лев изображен. В этом здании во время Великой Отечественной войны был военный госпиталь, ну понятно, да, по всей России были госпиталя. Пошли дальше, ребята, двигаемся по центру Владимира.